МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Керамичные ляльки-звоночки признаны лепшим региональным сувениром. В улице областного центра упрыгожат экзотичные кветки. Ну а зараза об этом и иншим больше подробязна. Згодна с оперативной информацией областного комитета по сельской господарции Харшавани, яровые культуры в регионе пасеяны на 13% отведенных под их площадь. Традиционно лепшие показчики в полдневых районах. А про сельгаз-предприемство до весновых работ приступают и фермерские господарки. Проход работ на палетках и перспективы на будущий урожай – материал Олега Сентюрова. На предприятии с 1 марта 2017 года организована гармония. Горячее питание работников, двухразовое горячее питание. И в случае необходимости вечером еще дополнительно будут выдаваться сухие пайки. Также разработаны для механизаторов условия соревнований весенней пассивной компании 2017 года. Ксуп уридская господарка со славутой истории. В свой час оно было колгасым миллионером, який на этот рамал орден працованного червоного стяга. Зараз финансовые показчики больше степлые, а не працуют в уридском, який ранее сумленно. Все это вязковцы мягче и на дворе спрыяли. После яким выпадку азимы перезимовали лепш, чем год тому. И яровая селба проходит у лепших умовах. В этом году, наверное, условия намного лучше, чем в прошлом году. Мы, в принципе, вошли даже раньше, чем в том году, посевную. И в почве влага есть. Была зима намного более снежная, чем в прошлом году. И условия отличаются, я думаю, и урожай мы получим. Згодно с оперативной информацией Абл-Сельгас-Харчу, зараз яровые культуры на Гомичне посеяны на 70 тысячах гектаров. Это 13% у Доплану, больше 22% засеяны в Бразинском районе, крыху меньше ухойницким. По причине высокой вильготи на некоторых палетках, покой у селбе заденечено только 40% посевных агрегатов. А просовкой палетки начинают займаться и фермерские господарки. Объемы вытворчатся фермерских господарок всегда с подприемствами не поравнать. Але у них есть один, видимо, великий плюс. Они мобильные, и могут займаться культурами, які в промысловых масштабах покой не вырабляются. Тым же топинамбур, например, за якого отреживают биопалево, биодобалки, муку для диабетиков и горбату. Выращиванием этой культуры все это планирует заняться фермер Завёздки Зябрука Артём Ткачоу. По судности, это импортозамещальный проект. Поколь практически уся вышей названная продукция у Беларуси замежная в творчестве. Уже досягнута домовленность перепроцовцы топинамбуру на осушенном заводе одного из местовых сельгаз-подприемств. А прочатаго все это фермер пропануе гамельчанам так званую зеленую продукцию от шпинату и базилику до черной редьки и бручки. При этом Артём Ткачоу перекананный прихинник экологично чистой продукции. Урожайность действительно ниже, когда не используются химические обработки, минеральные удобрения. Но более полезный получается урожай. Я к этому пришёл с заботой о своём здоровье и стараюсь выращивать для тех людей, которые заботятся о здоровье своих детей, своих семей. Олег Синчеров, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Больше як 30 лепших представников рабочих профессий собрались асёне у Гомели. Тут пройшёл областный конкурс профессийного майстерства по четырёх специальностях. С золотыми руками региона познайомились наши корреспонденты. Электрозварщик, слесар-инструментальщик, токар и фразеровщик. На что годовый областный конкурс запросили простойников, бадай самых распаусюдженных рабочих профессий. Не глядяши на техничный прогресс и роботизованные комплексы, без рабочих, пока не може обыстись, ни одна вытворшись. Токар шостого разрада Геннад Санько працует на Рогачёвском биопроекторы. Кажет, что может зарабить любую деталь, хоть только одными вытворшими заданиями не обмежуывается. У свободный час на токарном станку вырабляет нечто такое, что сдявляет усих и еще распредсверждает его высокую квалификацию. Свободный от работы времени, ущерб производству, вот я таким увлекаюсь, это как изначально называется, типа китайского шара. Вот китайцы вручную такое резали когда-то. Ну, токарный станок технологий не изменил, просто ускорил процессы обработки. А так процесс остался тот же самый. Суть в том, что это из целого куска вытачивается. Есть цепь неразъемная, тоже 12-звенная, тоже методом механической обработки получена. Организаторы кажут, что задания на конкурсе для профессионалов не самые складанные. На предприемствах вырабляют нечто подобное. Тут главное – зарабить усю якосно и пожадано худше из-за инших. То, что смагаться приходится на шужих станках и практически без подрыхтовки, особливо не засмучая. Уреште, коли соправданный профессионал, працавать повинен на любом обсталявании. Не мешают ничего. Станки, в принципе, похожие. Что там, что здесь. Так что деталь, в принципе, несложная. А так нормально, все хорошо. Олеся Цюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо «Компания Гомель». У пятницу 31-го саковика у Гомеля будет проходить набор жадающих працавать у период купального сезону матросами-вратовальниками. Затекавленным варта звертаться во Управлении по праце, занятости и социальной обороне. Те, кто будут приняты на працу, повинны пройти медкомиссию и двухтыдневые курсы по навучанию. Адзначу, на протягу саковика Управлении по праце, занятости и социальной обороне, что дня выдае по 15-20 накерованию на працу тем, кто сюды извернулся. Керамичные ляльки-звоночки Рэчицкие полишуки признаны лепшим гомельским сувениром. Отповедный конкурс провело региональное отделение Белорусской Ганлёво-Правословой палаты. Аутором лепшей работы з'является рэчицкий майстер Вольга Жарнасек. Улик переможцев так само трапили выраб с бярусты лебедяная сажалка гомельшанки Ирыны Кротовой и тканы пояс Миколая Сушкова-Шонак. Рамесники отрымали дипломы и сертификаты на бесплатный удел во усих сёлетних выставах и кермашах гомельского отделения Белорусской Ганлёво-Правословой палаты. Сувенирные вырабы пераможца плануются уручать у якости подарунков для замежных делегаций. В улице Гомеля упрыгожить экзотичные кветки. Гэта пауднёва-афрэканский рамонак и калибрахоа, ради маякога, з'является пауднёвая Америка. А кроме того, на городских клумбах з'явятся композиции зыруш и новые вертыкальные конструкции. Як гомельские квитководы рыхтуются до нового сезона, расскажет Ганна Каральчук. Основные работы по озеленению города выконывают специалисты предприемства «Червоных гвоздик». После поступления заказов ад администрации районов тут распрацовываются скизы кветкового оформления. Что тычится древ, сёлята первого отдают с липом и кленом. А кроме того, в новом годовальнику подрастают 4000 саджанцев каштану. Правда, высадить их можно только про 7 годов. Особливо цікаво для специалистов працавать с новыми видами рослин. Новых 9 видов петуний, которые украсят наш город и наши горожане увидят красоту всего. Новые сорта бархатцев. Здесь вы видите уже подрастающую рассаду, герань, которая будет у нас в этом году пробовать украшать новые виды малой композиции, архитектурный форм, который разработали наши дизайнеры. Объемы рассады кветок повеличиваются что год. Лето сих было 420 тысяч, а селета на 140 тысяч больше. Колька с видау однагадовых рослин у парняках предприемства больше, как 70. Особливо популярны виолы, бягонии, сурфини и цюльпаны. Уличываючи потепление климату, в этом сезоне для Гомеля обрали новые кветки. Пауднево-африканские и пауднево-американские. Так само на предприемстве заклали молоды ружанец. Один из самых ярких и квитнеющих кутков города – Палацево-парковый ансамбль. Тут под кветники выделено полторы тысячи квадратных метров. Что год гаэтая площадь засадживают двойче. Початку цыбульными, а потом однагадовыми рослинами, які квитнеют до поздней осени. Это будут и крокусы, и ранние тюльпаны ботанические, и сортовые тюльпаны голландские, и мускарики, и геоценты. Мы будем надеяться, что и розарии наши перезимовали, и верески наши сохранились, и магнолии у нас зацветут. Комбинуючи ранние и поздние виды рослин, квитководы имкнутся, максимально повеличить протяглость цветения. Пакуль, что на клумбах распускаются одинокие крокусы с минулого года, але уся резине красавика на ведвальника у парка чакаяся правдное буянство фарбов. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Гомель в гытые дни приимая у дельников республиканской олимпиады по беларуской мове и литературы. У спаборництве приимают у дель 120 навучэнцау, 17 зіх представляют Гомельскую область. Испыт складается с трох тураў. Гэта написанне водгока комплексной работы и вуснага выказванне. Сёня на першам выпрабаванні девятикласнікам пропанавалі прааналізаваць вершай сабаровіковай увязанцы, прысвечаны Янку Купалу. На написанне работы адведзіны чатыргадзіны. На угул олимпиада по мове патрабуе звыш эрудыравнасті і маулянчай готовнасті. Заплячыма гэтых школьнікаў гады практикаванняў і падрыхтовкі. На республіканскай олимпиадзі я ў першыню. Ну, напевно, всі лічачач, што самы складаны. Гэта вуснае выказванне, на тебе глядзаць людзі, і гэта, калі ты на самоў справі ў простым житі ты не розмавляеш по-беларуску, тебе ящыцяжэй. Навад калі ты розмавляеш, вінін шмат ведыць і не толькі володыць беларускай мовы. Урачыстая цэремонія закрыття олимпиады запланавана на пятніцу 31-я сакавіка. Тут назавуць імёны лепшых знавцаў беларускай мовы і літературы. Ва управліні ўнутрэных справ гомельскага аблавы Канкама прайшоў дзень адкрытых двярэй. Са сташакласніками, які аплануюць звязаць сваю жыццё со службай ў міліцыі, сустрэліся працтавнікі Магилёўскага інстытута Міністэрства ўнутрэных справ Рэспубліки Беларусь. Будучы абітурэнты отрымалі махчымасць ближэй пазнаёміцца з ВНУ і перавагамі навучанні. Для паступлення неабходна падаць сертифікаты центральзаваннага тестіравання па руцкай альбол беларускай мове, грамадазнауцтві і замежнай мові на выбар. Звычайна набор студэнтаў 110 хлопців і 20 дзяўчат. Таму прахадны бал ў дзяўчат завычайна вышэйшы. А крамя таго, перад паступленням кожному трэба прайсті медкомісію і быць прыдатным пастані здаруўе да службы ў органах унутрэных справу. Тэрмін навучанні складае чатыр гады. Пры гэтым студэнты забаспечуецца жылём і харчаванням. Немногія прэставляют, как сатруднікі міліцыі вступаюць в свою должнаць, поэтому це прекрасна можнасть выслушать педагогічний коллектив Могилёвського інститута МВД, курсантів, які там обучаються. Тем більше, що курсанты сьогодні продемонстрирують не тільки своі знання і умения, но іще покажуть те элементы обучення, які связані с художественной самодеятельністью, с какими-то спортивно-прикладними видами спорта. Даречі проблем з пошуком першага працовнага місцца ў пускнікоў Могилёвськага інститута Міністерства ўнутрніх справ не бывая. Працав латковуюць 100% молодых спеціалістів. До новинов культуры. Першага красавіка ў Межнародны дзень смеху ў гумілі адбудзіцца концерт камернага оркестра обласної філармонії. Каліктыў працтавіць інструментальну праграму музыканты жартуюць і не толькі. У Палацы культуры Чыгуночніка ў слухачоў чакаюць жарты і розыгрышы. У концертной праграме класічныя творы Гайдна, П'яцолы, Расіні і іншых вядомых компазітораў ў неардынарной інтерпрытаціі. А таксама Сола напішучай машынцы, лірычная пісні жартаўлівымі текстамі, выступлэні майстров оригінальнага жанру. Падріхтавалі артысты і шэрах іншых сюрпрызав. Якщо наші зрители принесуть сабо по одній детскій игрушці, свистелки, то це буде приветствуватися. Ми можемо обіцяць то, що і люди в зале, які будуть участвувати в концерте, і люди, які будуть на сцені, вони будуть займатися не тільки своєю професіональній діяльністью, інструментом, но і играть якісь ролі, і, в общем-то, даже петь. Виставу, приміркаваную до Міжнароднага Дня Театра, працтавілі ў бібліотеці Мя Герцена. Проект падріхтаваны сумесно з колективам Гомельськага обласнога драматычнага театра. Экспозицію склалі костюмы са знакамітых спектакляў, таких як «Дванадцтая ночь», «Чорная панна Нясьвіжа» і «Вечны Фама». Аматоры театральнага мастацтва таксама могуць азнайміцца з унікальными фотосдымками, эскизами, элементами реквізиту і бутафорі. Усё гэта ў першыню можна уважліва разглядзіць близьку, а не зглядзельнай залы. Організаторы імкнулися не толькі перадаць атмосферу театра, але і показаць роботу спеціаліста ў розных професій. Сначала создання ідеї режиссёра і художника, потім художник воплощає замысел, зготавливая все в масштабі, потім к данным макетам і ескизам зготавливаються чертежі. По чертежам работають спеціалісты по цехам, це столярний цех, бутафорський цех, які воплощають все це вже після масштаба в натуральну величину. Потім це все собирается, монтирується на сцене, в це время параллельно зготавливаються костюмы, соединяється костюм, бутафорія, підключається свет, музика, і в фіналі ми получаєм красивий спектакль. На гэтам выпуск завершений. У студії працявала Алєна Траценка. Усяго добрага і до зустречі у ефірі.